Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот расскажи по порядку, как ты поехал туда, что было и так далее Ну хорошо, в общем, после того, начну даже еще с того, что когда мы закончили стрим последний по экономике Беларуси То есть я там, значит, начал, потом еще надо было кое-что сделать То есть видео опубликовать надо было на другом канале, на основном, оффлайн-версию Поэтому еще, как говорится, где-то почти до 12 часов я был занят То есть я планировал вставать где-то, ну, часа в 3 утра уже вставать ехать То есть у меня времени буквально не было Часа 2 я так просто полежал, даже, как говорится, не спал Потом встал, надо было ехать То есть пошел на вокзал Сел на электричку и поехал туда То есть когда я стоял, еще ждал на станции То решил, думаю, может быть, с твиттера отписать туда Но думаю, не, еще рано пока Надо сначала сесть на поезд Вот когда я уже оказался в поезде, я подумал, что надо уже написать сообщение Типа, что я еду, все Открыл, во-первых, первая проблема, с которой столкнулся То, что был разлогинен твиттер, а у меня пароля-то нет Поэтому я подумал, что ну ладно, хрен с ним Зайду на почту, может быть, скину пароль туда и восстановлю его То есть попытался подключиться, но ничего не получилось То есть мобильный интернет не работает Хотя я вроде как проверял до этого пару дней назад То есть специально отключил Wi-Fi И попробовал с телефона зайти, все вроде работало И в запросе баланса я смотрел с трафика, небольшое списание там было У меня 50 мегабайт, только трафика включенная Поэтому видео я никак не могу стримить То есть даже если была возможность Нужен и тариф, и устройство, то есть подходящее Чтобы потянулось Дискорд мог бы это сделать Дискорд не устанавливается на телефон То есть пишет, что ваше устройство не поддерживает Там старая версия Android 4.2 То есть там памяти, я говорю, только сервисы Google уже всю А почему с твиттером так и не получилось? Почему ты не смог открыться? Так я же тебе поэтому, вот сейчас я тебе и объяснил почему Первая причина у меня пароль от твиттера не было То есть он был разлогинен в устройстве А второе, то что я вообще не смог соединиться с интернетом То есть я попробовал сайты какие-нибудь набрать Там википедию, нету соединения Ясно Поэтому я думаю, ну ладно, хрен с ним Конечно, это жаль Но думаю, придется тогда так снимать Ну приехал где-то часов в 10, наверное, было утра Сразу же сел, я приехал на Минск-Восточный То есть я на электричке ехал, приехал на Минск-Восточный Сразу пошел к станции И поехал на парк Челюскинцев То есть вышел сначала оттуда с перехода И сразу же смотрю Ну переход там напротив самого парка Напротив ворот этих Сразу смотрю, стоит человек такого гоблинского вида И смотрит, ну я понял Даже два, по-моему, там было Я сразу даже понял, что это они Думаю, что-то они уже рано так ждут А потом, ну я просто сразу не сообразил Там же парад, техника должна была проходить Они следили за техникой То есть потом, ну и времени много Я ж не буду там стоять возле ворот Постоянно на виду Плюс дождь начинается Я решил пойти немножко прогуляться Посмотреть, что как, пофотографировать Несколько просто обычных фотографий Пока времени еще там часа три оставалось Пошел в сторону Московской Туда по этому проспекту Проходил, смотрю возле Значит этого Детская железная дорога Как-то так оно, по-моему, называется Там стоят люди в кафе Смотрят все туда в сторону дороги Я думаю, что они там ждут Слышно было гудит самолеты Наверное, там летали Они, оказывается, ждали Пока будет техника проходить То есть я уже дошел до самого входа В метро Московская И потом развернулся И потом слышу грохот Техника едет То есть я снял видео На простую камеру На мыльнице У меня есть Я потом его Добавлю в выпуск Шоу Серого Кота Значит, поснимал я Техника едет Ну там она долго ехала Я только снял первый проход Потом там всякие Ехали и Зенитные там И вообще всякая техника Машины Развернулся Пошел назад То есть тут дождь На обратном пути пошел То есть погода была Очень гадкая Вот самая главная проблема Которая в тот день Это очень плохая погода Но сидел в основном В переходе Периодически Поднимался наверх Посмотреть, что там На той стороне Вот где Могила героев Там где этот парк Сразу посмотрел Там стоит машина ГАИ Ну это скорее связано С тем, что ездит там Техника ГАИшники И в форме были И просто тихо Ритм стояли То есть я прошел До могилы В какое время Оттуда пришел Получается Когда я пришел Ну вот я прошел До московской Потом развернулся Ну было где-то Наверное 11 Может с чем-то То есть я выходил Периодически посмотреть Там дождь начинался Я потом опять В переход спускался Ну значит Посмотрел Снял автозаки Два автозака Стояло С одной стороны Парка этого И потом вроде как Еще с другой стороны Подъехал автозак Чуть попозже Значит Около 12 часов Я спустился Стоял в переходе Там возле выхода Ждал То есть Ну прилично Так Потом значит Это уже не так интересно Самое интересное Когда уже стали появляться люди То есть появился Вот этот Мужичок Такой с усами Как там У Абрамович Фамилия Как это его звали И уже не помню И потом появился Уже Корреспондент Это радио Свободы Олег Они там Настраивали Наверное технику А остальные Участники Сели там На скамейку Потом Я помню Но я не снял Правда у меня этого нет Задержали Винярского Кажется Он тогда вышел Его потом схватили И повели Я снял Только конец Когда уже задерживали Винярского И я немножко Прошел в парк Туда Посмотреть Там тоже люди Стояли какие-то С цветами Я думал Посмотреть Это они так Или они участвуют Не участвуют Когда Развернулся Значит Пошел назад Смотрю Уже Винярского Повели И там еще Были эти Как пришли С правозащитного Центра Весна Их там было Ну человек Наверное Пять или шесть Они пришли Там такая была Девочка С синими такими Волосами Тоже я запомнил И они Короче пришли Только свои Достали жилетки Вот эти синие Такие Как что-то там Написано Инфо у них Или что-то такое Короче Только стали Разворачиваться Ну я смотрю Разворачиваются Как-то не обратил Внимания Повернулся На другую сторону Опять И тут Хопа Уже Смотрю Их подбежали Как-то незаметно И потащили То есть Я уже снял Когда включил камеру Их уже Повели туда В сторону К автозакам И к бусам К этим Короче Задержали их Сразу буквально То есть Вот кто Что-то делал Разворачивал Их сразу Брали Ну и так Стоял Там Снимал Потом Потом Значит Начали Насколько Я помню Разворачивать Плакаты То есть Там Поставили Музыку Когда Начиналось Радио Свободы Вначале Оно Видно Было Там То есть Я стоял На скамейке Вот мужик В белой куртке Такой С усами Был Вот я с ним Разговаривал То есть Я спрашивал Про Статкевича Первую очередь То есть Я спрашивал Вообще Хотел узнать Про Статкевича Как он Там Он придет Или нет То есть Больше всего Интересовал Он сказал Что нет Говорит Нет связи То есть С ним Что-то Такое А потом Уже Когда Подошел Белсад Там Это Ольга Чаич Скажется По-моему Они сказали Что Статкевича Задержали На выходе Из дома Я потом Смотрел Трансляцию Они же Вели Трансляцию Как Статкевича Задерживали Поэтому Да Они были В курсе Ну Значит Вот там Был Потом Запомнился Момент Когда Стали Разворачивать Плакаты Развернули Плакаты Там Три Было Плаката На Одном Что-то Про Фашистов Ну Короче Такие Плакаты Ну В принципе Нормальные Цитаты Лукашенко Да Цитаты Лукашенко Но В целом Все В контексте То есть Плакаты Антифашистские Там На одном Нарисован Как Там Красноармеец Такой Который Штыком Бьет Нацистский Этот Крест Свастику То есть Ну Да Все Они Хотели Поднести В общем-то Почтить Советских Судат То есть Ну Это же Вообще Не праздник Это же День памяти По сути Освобождение Это да День независимости День освобождения Минска Их программа Была Вообще Вначале То есть Отнести Цветы Туда К памятнику Возложить Цветы Да То есть Плакаты Вполне Понятно Что Это Про Него Но Люди Мед Право Голоса То есть Если Было Написано Что Напрямую Например Что Такое Уж Прям Выдающие Системы То Да Так Все Как бы Укладывалось В контекст Этого Дня То есть Освобождение От Нацизма От Фашизма Ну И Лукашенко Как бы Сам Себе Сказал Что Он Был Поклонником Гитлера То Он Похвалил В 90-х Там Годах Потом Он Правда От Этого Насколько Я знаю Не раз Отказывался Типа Он Ничего Такого Не Говорил Это Не Он Говорил Это Сабриковано Да Как Всегда Это Журналисты Придумали На Самом Деле Все Это Он Говорил Все Как Говорится В Так Вот Тут Хопа Я Снимаю Сразу Смотрю Ну Нормально Стоят Тут Подлетают Первого Сергея Спарыша Схватили Значит Он Был С краю Справа То есть От Меня Я Стоял Лицом Туда К скамейке Снимал У меня На Видео Это Есть Как Задерживали То есть Подбежали Люди Вообще Без Всякой Формы Без Каких Опознавательных Знаков Схватили Его Значит В автозак Который Был Где-то Вот Там С Другой Стороны То есть Два Автозака Я говорю Стояли В запасе Там С одной Стороны Парка Его Потащили Другой Автозак Подъехал Там Где Луч В той Стороне На Дороге Их Немножко Провели Вперед Я уже Потом Смотрел На Радио Свободе А потом Их Развернули И туда В автозак Я уже Не подходил Туда Потому Что Дождь Все Это Я стоял Там Под деревьями Тем более Там Люди Еще Оставались Я смотрел Что Дальше Будет Короче Один Или Два Плаката Остались На Скобейке Лежать То есть Я думаю Может Кто-то Подхватит То есть Придет И Да Вот Я вижу Магнитофон Стоит Бандиты Которые Непонятно Кто Такие Вообще То есть Бандиты Пощищают Людей И Еще Воруют Вещи Люди Вообще Без Опознавательных Знаков Вообще Никак То есть Они Подходили Хватали Волокли Ничего Не представляясь Ничего Не говорили Насколько Я знаю Такие Действия У нас Запрещены Это То есть Если Какая Спец Операция Против Каких Нибудь Там Не знаю Наркобаронов Коррапционеров То Там Да А у Наркобаронов Вообще Тут Не Было Никакого Смысла Им Действовать Переодевшись То есть Зачем Непонятно Если Они Задерживают То есть Они Показали Что Какие-то Бандиты Нападают К род Детей Можно Было Прямо Свободно Чего То есть Они Боятся Можно Было Прямо Свободно В форме Подойти Сказать Вот Здравствуйте Такое Дело Это Несанкционированный Митинг Давайте Пройдемся С нами И Еще Тут Такого Обязательно Надо Переодеваться И Главное Что Не Только В Автозаке Но И В Гражданские Машины То есть Там Стояли Такие Микроавтобусы Кого-то Сажали Туда Так Вот После Этого Потом Такой Момент Запомнился Что Значит Активист Троцкий Пришел Он С цветами Был Короче С букетом Цветов Он Только Вышел Туда К скамейкам К площадке Тут же Тоже Подлетели Его Не представляясь Ничего Не говоря Туда Тоже К Автозакам К Слово Так Сказать И Журналистов Было Очень Мало Я Вот Честно Говоря Рассчитывал Было Много То есть Правозащитников Но Их Вывалекли Этих Свист Это Как Было Человек Человек Пять Или Шесть Так Взяли Сразу Я Говорю Про Журналистов Я Говорю Журналистов Было Очень Мало Я Видел Был Сад Радио Свободы Из Новин По-моему Там Был Кто-то Там Был Это Как Вон Илья Добротвор Он Тоже Ходил Там Что Кого-то Еще Ждало Понять Не Могу Ну Как Кого Ждал Я Думал Человек Пятьдесят Хотя Бо Будет Как На Якуба Колуса То Будет 50 Журналистов Нет Я Говорю Человек Участников Вообще Там Будет Может Хоть Человек 50 Если Человек Удержали 30 Человек Ну Не знаю Я Как Это Посмотрел Там Очень Очень Мало Еще Раз Официально Ну Данные Говорят 30 Человек Задержали Ну На Якуба Колуса 70 Человек Задержали Ну Там Конечно И Журналистов Было Достаточно Еще Количество Здесь Журналистов Я Хворю Что Радио Свобода Бел Сад Не задерживали Вот Я Говорю Блин Ты Не Понимаешь Что Я Говорю Я Говорю Вообще Сколько Было Людей Журналистов Там Не Задерживали Никого Там По-моему Только Одного Попытались Задержать Но Когда Показал Удостоверение То Его Тогда Отпустили Я Говорю Вообще Что Их Мало Пришло Почти Никто Не Пришел Освещать По Минимуму Только А те Кто Всегда Ходит Кого Ты Еще Ждал Хото Понять Не Могут Я Ждал Я Говорю Что Что Побольше Пришло Людей Активистов То Есть Просто Участников Обычных Людей Как Обычных Митингов Так И Тебе Пятый Раз Повторя 30 Человек Задержали Ну Что Ты Хочешь Сказать Что Это Достаточно Нет Это Недостаточно Я Скажу Что Это Точно Такое Количество Как Было На Том Не Знаю На Экопа Нет Там 70 Человек Задержали Плюс Еще Когда Там Отходили Снимали На Другой Стороне Люди Стояли Возле Перехода И Не Хотели Идти То Их Потом Оттуда Отогнали Омонов Что Тут Стоит Ты И На Экопа Колос Да Я Видел Там Нет Я Не Про А Там Так В парке В самом Был Праздник В парке Говорю В парке Челюскинцев Там На Другой Стороне Там Был Праздник Официальный Нет Там Люди Стояли И Хотели Туда Зайти Но Их Омонов Предупредили И Оттуда Увели Они Изначально Там Стояли Ну Может Быть Просто Я На Ту Сторону Не Переходил То Когда Уже Начало Все Я Был Тот Взял Ну Как Там Активист Как Который Последний Того Говорил Про Активиста Такой С бородой Сергей Спарыш Или Кто Не Другой А Троцкий Да Троцкий Он Типа Взял Оттуда Цветы А Его Оттуда Ували Клей Ну И Бабки Это Говорят То На Сам деле Все Правильно Он Туда Цветы Нес И Хотел Дело В том Что Я Не Видел Как Он Из Аллеи То Он Пришел Оттуда Из Аллеи Прямо Ну Вот Где Там Могила То Я Стоял Тут Возле Скобейки Я Только Видел Когда Пришел Мужик С Букетом Это Да Пришел Туда Как Только Он Вышел Сюда На Эту Площадку Тогда Его Схватили Сразу И Бабки Которые Час Ты Видишь Говорят Что Типа Он Вор Я Смотрел Трансляцию Что Эти Бабки Говорили Потом Потому Что Я С Бабками Разговаривал Я После Того Как Задержали Троцкого Через Наверное Минут Пять Оттуда Пошел Потому Что Я Посмотрел Что Уже Почти Никого Не Осталось У меня Есть Видео Там Стоит Корреспондент Белсата По-моему И Тренога Пустая То есть Без камеры Операторы Побежали Кавтозакам Там Работала Радио Свободы И Еще Там Несколько Человек То есть Ну Совсем Очень Мало Короче Я Разочарован В этом Митинге Был Полностью Поэтому Я Уже Дальше Не Стал Оставаться В принципе Еще Можно Было Остаться Я Потом Когда Трансляцию Пересматривал Там Хотя Больше Потому Что Задержали Это Вместе Только С Правозащитниками Там Было Человек Пять Или Шесть А Самих Участников Без Активистов Было Очень Мало Еще Пятый раз Повторяю 30 Человек Я Слышал Я Смотрел Трансляцию Знаю Сколько Задержали Так Это Всего Их По Нас Собирали Здесь Включая Самих Представителей Конгресса Белорусского Национального Тех Кто Организовывал А так По виду Когда Вот Там Стоял То Буквально Только Одного Схватили Потом Через Какое-то Время Еще Схватили А сразу Я Не Сказал Что Там Может Человек 30 Собралось Хотя Еще Оставались Тоже Там Оставалась Пара Семейная Такой Мужичок С бородой И Женщина Под Зонтиками Там Стояли Я Так Понял Их Потом Ничего Не Делали Поэтому Я Так Посмотрел Что Тут Ничего Интересного Не Будет И Решил Что Уже Надо Ити Потому Что Ну А Что Там Стоять Под Дождем Под Этим То Есть Уже Как Задержали Троцкого Спарыша Статкевич Не Придет Винярского Задержали Потом Этого Абрамовича Тоже Задержали Я С ним Поговорил У меня Есть Это Как Интервью У них Брал Бил Сад Я Тоже Рядом Стал Записывал То есть Шоу Серого Кота Выйдут Конкретно Видео Именно Вот Оттуда Которое Я Снимал Здесь Я Просто Ну Как Бы Рассказать Мы Хотим Обсудить Происходящее То есть Вот У зрителей Если Есть Вопросы То Пусть Они Пишут В чат То есть После Этого Это Было Наверное Минут Пятнадцать Или Двадцать Второго То есть Буквально Уже Там Очень Быстро Я Рассчитывал Что Шоу Будет Продолжаться Хотя Бо Не знаю Час Может Быть Или Что То Около Того А Уже Буквально Когда Всех Задержали Все Логично Шоу Закончилось Не Ну Еще Не Всех Я Говорю Там Потом Люди Остались Я Когда Смотрел Трансляцию Радио Свободы Они Еще Потом Показывали Как Несколько Человек Задержали То есть Я Это Уже Пропустил То есть Я Не Стал Оставаться В Принципе Можно Было Просто Я Веду Только Оффлайн Запись Поэтому В Случай Чего Видео Постирают То есть Я Потом Читал Про Аспарыш То есть Как Он Вел На Трансляцию Из Ценность Которая Была То есть У меня Видео Их Надо Было Довести Еще Не Только Просто Снять Но Еще И Довести Поэтому Я Подумал Как И На Якуба Колоса Тогда Я Был То есть Я Уже Снял Основную Часть И Думаю Блин Надо Спускаться В Переход Идти Но Что То Подсказало Типа Надо Остаться До Самого Конца Уйти Последним Когда Все Начнут Расходиться Но Это Была На Самом Деле Большая Ошибка Очень Даже Зря То Есть Если Бо Я Тогда Пошел Пораньше То Никто Меня Не Задержал Потому Что Я Схожу С Такой Большой Камеры Они Меня Принимают За Журналиста И Не Берут Обычно То Есть У них Видимо Указание Не Брать Журналистов И Они Только Если Прицепиться Им Что Не Понравится Они Могут Спросить Типа Твоя Аккредитация Или Ты Из Какого Канала Что Нибудь Такое Покажи Аккредитацию Обычно Не Задерживают Да Вот Этот Белсата Они Задерживают Участников Они Задержали Я Потом Смотрел Трансляцию Белсата Они Задержали Хотели Пытались Задержать Добротвора За то Что Он Поздоровался С Решили Что Он Тоже Участвует То Есть Вот Так И Подумали Что Он Не Журналист Ему Пришлось Показать Удостоверение Тогда Они Отпустили А так Бы Тоже Задержали А Может Не Про Это А Просто Почему Садил Садо Ни же Нет Типа Аккредитации Ну Я Конечно За Но Обычных И Задерживают Но Не Знаю Тут Такое Мероприятие Все Зависит От Луки С Какой Вот Ноги Он Встал Утром Так Оно И Будет Скажет Будет Нормально Скажет Будет Жесточайше Все Ну Как Ему В голову Всплетет Не Было Жесточайше По Твоему Нет Так Это Было Жесточайше Но То есть Бывает Вообще Жесточайше Ну Вот Как 17 Год Разгон Неволи То есть Когда Даже Не Так Аккуратно Там Заводят А налетают Омоновцы В экипировке С дубинками Начинают Вообще Всех Молотить Бить Оборудование Не смотрят Вообще Никакие Аккредитации То есть Там Российские Журналисты Иностранные Всех Дубинками Всех Закидывают Плошмя В автозаки Вот Это Жесточайше Когда Отбирают Телефоны Прямо В автозаке И все Обшаривают На обыски То есть Ты вообще Ничего Там Не можешь Не записать Не сделать Вот Это Жесточайше А это Это Просто Беспредел Это Обыкновенно Уже Стало То есть Цивилизованных Странах В Европе Да Это Беспредел Это Недопустимо Это Невозможно Но Это Беларусь Тут Так Каждый День Происходит В принципе Это У нас Уже Норма Стала Просто Хотели Вознести Циты Советским Солдатам Советским Солдатам Не Каким И ватники Даже Я думаю Против Протешествия Вознести Как бы Дань Точнее Почести Но Потом Они Планировали Перейти На другую Сторон Правильно Кричал Про Фашистов Гитлер Капут Капут Только Не Фашисты А Нацисты В общем Да Сначала Они Планировали Возглашить Цветы Там Возле Монумента Советским Солдатам А Потом Насколько Я знаю По Программе Перейти Туда В парк Сам Челюскинцев И там Почтить Памятью Жертв НКВД То есть В связи С Куропатами Я подготовил Даже Специальные Вопросы Статкевичу Задать Несколько Вопросов По поводу Куропат То есть Как он Его партия Относится К защите Куропат То есть Что Какую бы он Стратегию Предложил И по поводу Декрета Туньяц То есть Какую позицию Снимает БНК Как борется И что Они планировали Сделать Если бы Если власть Не откажется От своей попытки Вот этот декрет Провести Но увы Статкевича Не дошел Он До митинга Даже Его взяли Раньше Ну как обычно Ну да Как бы С какой Ноги Станет В принципе Я уже Был Как бы Ну Я уже Загадывался Что все Будет Примерно Так То есть Уже Информация Была Мне вот Тогда После Стрима Написала Олег Нович То есть Я его спросил Типа Идет ли он Туда А он Сказал Что говорит Не Не пойдет На Статкевича И предупредил Говорит Что есть Информация Буду давать По 15 Суток Выборочно Но главная Проблема По моему Это все Таки Был Дождь Вот Для меня Самое Худшее Там Что Было Это все Таки Дождь Потому Что Дождь Серьезно Что За Бред Безопасность Для Камеры Чтобы Не Намочило Оборудование Конечно В каком Еще Если Было Нормальный Как Говорится Без Дождя Солнечная Погода Так Это Отлично Можно Было Там Сидеть Вообще Еще Раньше То есть Прийти За Не знаю Три Часа И Сидеть В этом Парке Снимать Все Как На Якуба Колоса То Как Они Стягиваются Как Они Подвозят Автозаки А тут Приходилось Сидеть В переходе И То есть Выходишь Там На Камеру Вода Попадает Если То есть Зальет То Это Конечно Проблема Поэтому Приходилось Так Под Деревьями Там Стоять Собственно Говоря Можно Обсудить Первую Причину Провала Вот Этого Мероприятия Ну Первая Причина Кто Свещал Вообще Ну Оповесило Людей Об этом Митинг Ну Об этом Об Об Оповещали Смотря В каких Источников Ты имеешь Ввиду На Странице БНК Я Видел Фотографии Расклеенных Листовок То есть Даже То есть Говорю Что На Странице БНК Я Видел Фотографии Расклеенных Листовок Они Где-то Там Развешивали Только Не знаю Где И сколько Много Но Они Оповещали Листовками Оповещали В интернете В различных Группах То есть Я Видел В Группе Белорусское Поле Экспериментов Кажется Было Опубликовано Об этом И В других Группах Тоже И Наверное В этом Белсосути По-моему Тоже Или Стоп Лука Короче На многих Группах То есть Тысячи Людей Знали Другое Дело Репутация Самого Статкевича То есть Потом Я Смотрел Трансляцию Да О том Что Происходило После То есть Когда Вернулся Смотрел Особенно Те моменты Трансляции Что Было После Того Как Я Ушел То есть Было Ли Там Вообще Что То Интересное Или Уже Все Конец То есть Упустил Ли Что-то И Я Смотрел Значит Там Один Мужик Такой Зонтиком Стоял Мужик К нему Подошли Спросили Он Сказал Что Тоже С регионов Приехал Поучаствовать Но Сказал Говорит Я Не Ради То есть Люди Даже Кто Пришел В большинстве Своем Ну Не Считая Активистов Партии Там Троцкого Виняровского Спарыша И там Остальных Еще Абрамовича То есть Пришли Люди Которые Не Ради Статкевича Совсем Это Тоже Большая Проблема Еще Зазомбированности Людей То есть Они Не Понимают Что Дело Не Статкевич Вообще Дело Самой Повестки То есть Они Бы Хотя Прочитали Какой Повестки Туда Митинг Этот Пушествий И так Далее Так Что В этом Митинге Вообще Ничего Предуседительного Не Было Изначально Но Спугнул Еще Тот Факт Что Эта Акция Была Не Согласована Но На Принципе Такие Акции Статкевич Всегда Были Не Так Вот В этом То И Суть Понимаешь Репутации Статкевича Что С одной Стороны Как бы Это Красиво Выглядит Он Заявляет Прямо Бескомпромисс На Я Ни На Какие Компромиссы С этой Властью Не Иду Это Там Слабаки Всякие Подают Только Заявки На Регистрацию А Мы Имеем Право Нам Сам Бог Дал Право Где Хочешь Там Собираться То есть Конституции В 35 Статье Прописано Что Свобода Мирных Митингов Ну Немножко Раньше Проходилась Официальная Часть Мероприятий То есть Парад С техникой Все Это Я Рассказывал Что Я Видел Техника Там Ехала Не Один Раз То есть Первый Раз Вот Тогда Я Говорил Когда Ждал Проезжала Техника И Прямо Во Всей Красе Что Даже В Праздники Идет Такая Голая Техника Погода Жесточайшая Дождь Льет То есть Так Все И Даже Одиночных Людей Которые Пришли Там Какие-то Цветочки Возложить Их Уже Хватают Ни за Что Буквально И тащат В автозаке Как будто Это Какие-то Преступники Террористы Тащат Какое-то Быдло Да Люди Без формы Абсолютно То есть Что мешает Просто форме Выйти Вы же Сотрудники Милиции Ну так Покажитесь Все равно Со стороны Все знают Кто вы Такие То есть Там Гоблины Такие Ходят Их Видно Невороженным Глазом То есть Сразу Понятно Кто Это Вот Нафига Просто Я не Понимаю Уже Даже В такой Мелочи Не Соблюдается Закон Зачем Первопричина Мы не Договорили По поводу Отвещения Ну да В их Группе Было Но Никто Из блогеров Как всегда Это По причине Самого Ну Репутации Ставкевич Само Собой Но нельзя Освещать Такую информацию Потому что Тебя могут Обвинить В том Что ты Призываешь На несанкционированный Митинг Вот и все Поэтому Они не могут Отвести Ты же Можешь Просто сказать Что Такого-то Такого числа Будет Такая-то Такая-то Акция Я и сказал Нет Но при этом Зачем Призывать Что Ну Если Ты Блогер Скажешь Что Есть Такая-то Такая-то Акция Все Она Есть Но При этом Ты Что Ты Призываешь Что Хочешь Я Обойдет Так И сказал Другое Дело Что У других Представления Об этом Совсем Другое То есть Не Такое Кто-то Просто Не Освещает Не Посчитал Это Чем-то Важным Возможно Кто Его Знает Почему Для Кого-то Для Кого-то Вот И 26 Апреля Была Неважная Эта Же Дата У каждого Своё Представление Как Говорится Об этом Кстати Говоря Потом Я Читал Новости Задержали Этого Председателя БНФ Костусева Когда он Ехал В аэропорт На Какую-то Там Встречу В Польше Там Заседание Сейма Или Что-то Такое Обсуждать Тему Беларуси Его Тоже Не Пустили Задержали Это Примерно Наверное В это Время Тоже Третьего Числа Может Чуть Попозже Кстати Статки Еще Отпустили Вот В комментариях Пишут Роман Нам Дискорд Да Тоже Обсудить Так Надо Почитать Чат Что Здесь Пишут Вот Бендер Вегас Писал Привет Всем Написали Б Я Сказал Почему Стрим Не Отображается Пишет Хит Гекор Не Понимаю В Каком Смысле Не Отображается Где Ну Тут Писал Уже Полчаса Назад Нет Так Я Это Видел Просто Не Комментировал Потому Что Ничего Комментировать Сейчас Просто Уже Все Рассказали Как Б Нужны Вопросы Как Нет Мы Не Договорили Он Был Стрим Сам Судилище Грубо Говоря Мы Это Не Договорили Тут Еще Две Темы Еще По-моему В Гродно Был Битинг Насколько Знаю Но Я Видел Фотографии Пикет Там Был Как Нет Хотели Сделать Но Не Смогли Два Человека Одеты Я Видел В Такую Зэков Ску Форму В полосатую С Плакатом Один Или Второй Группы Насколько Я Знаю Так Короче Там Их Был Стрим Уже С Парыш Насколько Я Знаю Тоже Там Очень Интересно Как Он Их Девочки Называл Это Вообще Гениально Было С Чувствами Убра У нее Конечно Шикарно Так Примечательный Факт Что Вот Эти Люди Ну В Которые Социал Демократов То есть Ну Не Состыкуются То есть Разная Партия То есть Получается Такому Чистоправ Самое Место В Его Партии Да Я Об Эти Тоже Думал Просто Он Сюда Не Заходит Получается Они Социал Демократы Да Я Знаю БСДБ Не Совсем Социал Демократы Если Ты Знаешь После Октябрьской Революции Особенно После Войны Они Были Как бы Противниками Фактически Большевиков То есть Это Западные Социалисты Многие Социал Демократы Которые Открещивались Полностью От Большевизма И Они Именно Такую Мирную Политику Того Что Они Подразумевают Не только Совок А именно Социальные Программы То есть Не то Что Свободный Полностью Рынок А например Большая Часть Государственного Сектора То есть Не Все Приватизировать Да Потом Социальные Программы Там Поддержка Пенсии Там Различных Социальных Программ То есть Ну Социалисты Всегда Обычно За повышение Налогов За Высокие Выплаты Всякие Социальные И Ну да То есть Пенсии За большую Долю Госсектора Поэтому Я в партии Старкевича Никак бы Вступить Не мог Потому Что Мне Такие Идеи Очень Для меня Далеки Они Почему То По Стают По поводу Повышения Пенсионного Возраста Вот Это Странно Хотя Это Их Тема Да Это Их Тема А Насчет Чисто Прав Да Я бы Сказал Потому Что Все Эти Деньги Очевидно Пойдут В Какой Карман То Есть Причина Следствия Как Говорит То Виноваты Как Всегда Номенклатура По Факту И Вот Этот Декретный Отпуск С Трех Лет До Двух Это Опять же Их Тема Те Вот Это Что Они Не Подымают Сумифу Не Понимаю Да Так Вот Говорю Насчет Чистоправ Да Действительно Я Уже Много Раз Думал Об Этой Идеей То Если бы Он Сюда Появился На Стриме То Я бы Ему Сказал Что В чем Проблема То В чем Причина Вот Для тебя Как Раз Есть Партия Статкевича Что Социал Демократ И Чем Тебе Не Нравится Вот Они Хотели Возложить Цветы К Антифашистские То Ну Как Бо Ты Должен Быть Только За Тремя Руками Поддерживать Но Дело Не В этом Дело Именно В том Что Они Не Поддерживают Ватники Имею Ввиду Любые Инициативы Насколько Тупые Что Не Понимаю Что Есть Разные Партии То Идеологические То Они Могут Быть Своим В итоге По Фак А Все Белает 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 Власти Я Так Понимаю Они Считают Ватники Чем То Злым Противным Потому Что Это Может Привести К Переменам Это Может Привести К Майдану А Это Плохо Америка Тут Все Захватит Так Именно Не Их Интерес Прикол Они Шасовки Они Шасовок Но При Этом Они Действуют Не Так Как Они Хотят То В Голове Это Не Должно Просто Укладываются Но Они Все Поддерживают Ну Потому Что Да В Их Представлении Коммунизм Это Коммунизм Такой Сталинский Именно Только Вот Такого Образца А Не Какой То Не Какая Социал Демократия Более Умеренная То Потому Что Социал Демократия У Нее Проблемы В Том Что Ее Критикуют Активно Как Представители Более Таких Правых И Таких Либеральных Кругов Там Да Так Же Самое Критикуют И Более Радикальные Коммунисты Там И Всякие Социалисты Опять Таки В Нашей Оппозиционной Тусовки Наши Поклонники Совка Могли бы Много Чего Найти Например Те же Анархисты Анархокоммунисты У нас Насколько Я знаю Большинство Поэтому Это Тоже Вот Тебе Радикальный Коммунизм А Есть Зеленые Анархисты Которые Придерживаются Таких Защиты Животных Защиты Природы Есть Анархокоммунисты Которые Вот Близки К Либерторианству Вот Таким Идеям А есть Именно Коммунисты Такие Анархисты Анархокоммунисты У них Красный Черный Флаг Такой Наполовину Но Они Придерживаются Таких Более Социалистических Взглядов То есть Анархисты Тоже Ждали На этой Акции Только Они Не пришли Это Как-то Странно Получилось Анархистов Ждали Я Слышал Об этом Ждали Нет Ждали А Что-то Они Странно Не пришли А их Не задержали Предварительно За несколько Дней Просто Назначает Даты И Повестку Не пришло Видимо Время Точнее Не Время Тут Всех Факторов Хватает И освещение И Статкевич И Самознание Вот Хейд Гегор Пишет По-моему Статкевич Осознательно Занижают И уничтожают На политическом Поле Он Единственный Политик Неподконтрольной Власти Но По-моему Мне кажется Он сам Себя Уничтожает Такими Акциями То есть С одной Стороны Это выглядит Действительно Красиво То есть То Что Он Не Идет На Компромисс Но С другой Стороны Людям Участникам Этих Акции Очень Сильно Достается И То есть Не все Готовы Так Рисковать Давайте Сразу Проверну Твой Тезис Люди Изначально Видят Что Эта акция Незаконна Люди Видят Что Какая Повестка Эта акция Ну Мы Уже Это Перечислили Я О Другом О Том И Люди Знали Что И Задержат Но Это Было Изначально Очевидно Ты Знал На Что Ты Идешь В Априори С Самого Начала Тогда Я Говорю О Другом Есть Люди Которые Именно Не Ходят На Запрещенные Акции А Есть Именно Старые Такие Сторонники Этой Партии Этой Политики Которые Уже 20 Лет Ходят На Эти Акции Всего То Есть Уже Сами Люди Сторонники Они Просто Устали То Они Ходят Получают Штраф И Ничего Как Говорит С Этого Не Видят Поэтому Многие Не Приходят Не Потому Что Они Боятся Там Этих Акций Именно Просто Они Не Понимают Смысла Ну Пришел Ты Получил Дубинкой Ну Или Не Получил Просто Тебя Аккуратно Завели А смысл Пришло Не 50 Человек А Пришло Бы Не знаю 20 Тысяч Человек Хотя Тогда Было Был бы Толк Люди Погнал А Не Соглас В том То И По Такому Поводу Точно Нет Если Была Другая Была Ситуация В Стране Немного То Есть Да То Если Что То Намечалось Серьезное Вот Реальные Перемены Власти Например Если Кто Там Сказал Что Он Например Свергать Там Пойдет Или Что То Еще И У Меня Там Есть Например 10 Тысяч Уже Участников Мы Там Сейчас Соберемся Там Пойдем Что То Сделаем То Все Это Как То Было Обыграно И Власть Бы Не Смогла Предпринять Особо Ничего Тогда Может Быть И Вышла 10 Тысяч Но Я Честно Говоря Сомневаюсь Что Власть Была Это Сделать То Все Под Контрольно Почему Разрешенный 1 Мая Чернобыльский Шлях Они Были Разрешены Там Было Больше По Факту Чем Вот Это Неразрешенный Но Все Да Ладно Почитаю Еще Вопросы Так Бендер Вегас Вот Пишется Статкевич Вот Статкевич А политик Как С меня Балалайка Он Лидер Страны Точно Я Лучше За Кота Проголосую Чем За Человека Который Нихрена Не Сделал Кроме Как В Тюрьме Сидел Ну Тут Бендер Вегас Ошибаешься Немного Статкевич Опять Таких Радикальных Активистов То есть Людей Которые Выходят Его Его Помощников Таких Вот Как Спарыш Винярский Уже Тут Давно Была Полная Диктатура И Северная Корея Потому Что Люди Недовольные Есть Есть Люди Которые Против Власти Которые За перемены Но Они Просто Не Решились Выйти Нужен Кто Кто Возьмет Ответственность На себя И Скажет Давайте Вот Такое Время В таком Месте И В отличие От Мальцева Вот Правильно Хад Гегор Пишет Статкевич Крутой Политик Ну И Там Про Бендера Не Самые Лицеприятные То есть Он Как бы К нему Не Относились В отличие От Того же Мальцева Он Готов Выйти И Сесть В тюрьму Ну Труп То есть Он Никак В политике Не Участвует Все Забудь О нем Это Даже Не Беларусь То есть К нам Не Относится Все Хватит В отличие Говорю От Того же Мальцева Он Хотя Бы За Себя Несет Ответственность То есть Мальцев Призывает К Разным Действиям Но Сам Им Не Следует Пальчес Ты же Помнишь Что Пальчес Говорил Я Помню Что Говорил Пальчес Это Его Мнение Думаю Что Он Прав Статкевич Просто Берет Пока Делай Так Чтобы Всех Задержали Я Говорю О Другом О Том Что Ему Дают Деньги Вот Что Получает Я Понимаю Я Говорю Сейчас О Другом О Том Что Статкевич Да Делай Туда Как Ты Говоришь Но Он Хотя Б И Сам Как Говорится Следует Тому Что Он Делает То Он Не Просто Там Говорит Давайте Все Выйдите Просто Его Задерживают Часто По Пути То В отличие От Того Мальцева Он Хотя Б Сам Туда Выходит Да Это Безнадежно Но Он Хотя Б Подает Пример И На Свою Революцию Он Придет Тут Вообще Вопрос Экологии Она Очень Сильно Касается Чернобырский Шлях Это Почтить Поместь Самого Чернобыля И Вообще По Поводу Всех Этих Заводов Вредных Для Здоровья Людей В Общем В Целом Полностью И Вообще Полностью Экологии Беларуси Плюс Еще Почему Бытие Просто Не Выйти И Завидеть Свою Четкую Позицию Против Этих Наемных Рабочих Менеджмент Этого Которого Ты Нанимал По Фак Ты Не Хочешь Когда Еще Предоставится Тебя Возможность Выйти Тем более Митингов У нас По факту Очень Мало Вы же Видите Это Тем более Эта акция Была Разрешенная Почему На нее Не Выти Показать Свои Недовольства Я Не Понимаю Ты Не Понимаешь А я Тебя Сейчас Объясню Почему Он Туда Не Пошел Потому Что Во-первых Участники Изначально Договорились Возле Академии Наук А потом Власть Им Не Разрешило Им Предоставили Место Напротив Возле Октября Буквально Через Дорогу Но Для Статкевича И для его партии Это неприемлемо Никаких Компромиссов С властью Преступная Власть Мы Народ Где Хотим Там И Делаем Никаких Компромиссов Вот и Все Потом После того Как я Опубликовал Видео По 26 Мне Один Человек Значит Ну я Написал О том Что Вот Статкевича К сожалению Я там Не Увидел Мне Один Человек Знаешь Что Написал Говорит У Статкевича Нет Собаки Чтобы Выгуливать Ее На Бангалор Понимаешь Смысл Сказанных Слов Что Это Значит Витаю Так При Чету Статкевич Мы Говорил Про Я Говорил Про Чернобыльский Шлях Ну так Вот Я Говорю Про Чернобыльский Шлях Почему Он Не Содин От Этой Власть Господи Все Просто Митингов У нас Мало Тебе Пятый Раз Говорю Одно И то же Вот Есть Возможность Выйти И заявить Свою Четкую Четкое Несогласие Полное Несогласие Вот Митинг Есть Тем более Экологический Фактор То есть Беларуси Тоже Нас Касается Это Тоже Очень Важная Тема Выходи Или Вот Первого Мая В чем Проблема То есть Сакция Была Согласована То есть По поводу Декрета Номер Один Насколько Помню Декрета Номер Пять Декрет Номер Три Что У нас Не Касается Что За Бред Он же Будет В 19 году Где Вы Все Были Господи Люди Очнитесь И Митинг Был Согласован Но Опять же Освещения Никакого Не было И Никто Людей Не Оповестил Ни Один Блогер То есть Если бы Некто Сказал За Неделю Вот Там Митинг Какой-то Такой-то 150 тысяч Посмотрел И Кто-то Дэд Пришел А так Освещения Никакого Не было По факту Как Всегда То есть Освещает То Что Уже Свершилось То есть Некто Или Другие Позиционные Блогеры Уже По факту Повестили События А не До Митинга Вот Основной Посыл Понимаешь Ну Да Некоторые Бывает Освещают По-моему Белосад Родил Свобода Там Иногда Говорят Просто Это Надо Слушать Когда Где Сказали То есть Планируется Такой-то Митинг В основном Только в группах Можно узнать В специальных Вконтакте Вернее Вконтакте Фейсбуке Ну И Вконтакте Если Где Есть Я понимаю То есть Это Никто Не Поющая Да Для Очень Узкого Круга Что Трудно Показать Просто Массу Ты Уходишь Без Политических Этих Повесток Но Своим Приходом Ты Уже Показал Свои Несогласия С Этой Власть Вот И Все Вот Все Просто Если Туда Все Так Если Так Думали Ну Как Я Все Ну Оппозиционеры Там Было Было Гораздо Лучше Оппозиционеры Думают Совсем По-другому Я Думаю Профессиональные Там Конкретно Политическая Тусовка Их Обычные Граждане Которые Оппозиционных Взглядов То есть Они ждут Пока Именно Их Очередь Придет То есть Они ждут Пока А Когда Митинг Кто-то Сопроизводит Тогда Я Может Приду То есть Идеальный Вариант Вообще Это Действовать Вообще Без Таких Организованных Митингов То есть По Собственному Самосознанию То есть Люди Понимают То есть Можно Объединиться Где-то В Телеграме Или Еще Где-то В Какой-то Группе Закрытой То есть Люди Могут Просто Сказать Друг Другу То есть Вот Мы Там За Гражданское Общество Мы Против Вот Таких То Таких То Вещей Надо Бы Как Нибудь Устроить Например Какой Акции Групп Мало Во-первых Во-вторых Все Смотрят Пока За Никто Решит Ну Типа Царская Рука Ну Да Опять же Вот Они смотрят На этих Блогеров Централизации То есть Основных То есть О Священ Да Он уже Святил Уже после Митинга Как это все Делают Обычно То есть Уже По факту Священие Митинга Задержание То есть Они уже Свящают До Митинга Как это Наша Нива Это лет Десять Назад Делала А сейчас Она скатилась До такого Что он Уже По факту Говорит Задержание Все Вот такие У нас Оппозиционная Газета То есть Они ссутся Говорить О митингах Вообще Наша Главная Проблема Опять-таки В менталитете Людей То есть Понимаешь В чем Суть Все Даже Оппозиционные Какие-то Группы Каналы В основном Они действуют Так Что Ориентировано На лидера Вот В этом Плане Несущие Слово Правильно Говорит То есть Они ждут Когда Вот Кто-то Назначит Конкретную Дату И выйти То есть А так Чтобы действовать Дезенционализованно Они Почему-то Большинстве Своим Люди Не могут То есть И в России И у нас Опять-таки Люди Говорят Надо Поменять Власть Допустим Да У нас Тут Президент Плохой Другого Надо Но По сути Они скатываются К тому же Самому То есть Найти Другого Кумира Просто На замену Другого Диктатора Там Батьку Какого-то Который Будет Все решать Ответственность Не принимать Не является Властью И является Копасть Именно мы С тобой Мы Есть Власть Но Народ Этого Не понимает Они хотят Чтоб Над ними Был Какой-то Человек Который Несет Ответственность Они Не считают Себя Властью Не хотят Ей Себя Считать Потому Что Это Ответственность За Принятие Решений Это Нужно Думать Надо Что-то Делать Надо Там Много Делать Им Нужно Чтобы Просто Был Какой-то Человек Вверху И Он Все Решал Просто Хороший Вот Сейчас Плохой Неправильный А надо Чтобы Был Правильный Который За Народ Петицию Подписать Это Просто Полный Бред Так Почитаем Чат Вот Здесь Спорит Бендер С Хит Егором Про Чернобыльский Шлях На Чернобыльском Шляхе Повестка Другая Он Пишет Ну Повестка Другая Ну Просто Как Говорится Прийти Статкевич Готов Выйти И сесть Да Вот В этом Сказал Согласен Вообще Не в повестке Дело А Априор Сразу Нет Я же Говорю Я тебе Сказал Почему Причину Почему Они Не Приходили Они Бескомпромиссные Они Не Приходили Какая Разница Кой Митинг Что Для Него Так Это Для Него Значит Замараться Уже Причина Все Все Будет Твои Именно Митинг Да Да Только Так Только Так Без Всяких Компромиссов Жестко И Вот Никак Поэтому И Не Пришли Потому Что Для Них Это Типа Позорно Такая Оппозиция Которая Соглашается На Условия Власти Это Не Оппозиция Это Прихлебатели Луки То Ну Вот Такое Знаешь Взаимное Оскорбление Естественно Что Это Уж Чересчур По-моему Это Чересчур И Ну Кому Понравится Такое Естественно Другие Оппозиционеры Тоже Его Не Особо Жалуют И Не Особо Хотят Поддерж После Такого Так И От Тех Российских Оппозиционеров От Того же Мальцева Который Где-то За Границей Там Прячется Он Действительно Готов Сесть И Готов Пойти Впереди И Пострадать Сам Даже Если Дело Абсолютно Безнадежное Даже Если Он Один Будет Вообще И За Границу Да Он Не Уезжает Хотя Мог бы Как Миленкевич Или Кто Там Уехал Давно Уехать Надо Понимать Что Поздняк Находится В США Уже Давно И Насколько Я знаю Он Гражданин Поэтому Америки Поэтому Тут Немножко Как Бынус Сказать Какой Бо Критика Не Была Обоснованной Она Все Таки Не Совсем К месту Потому Что Поздняк Находится В другом Месте Не В Беларуси Сам Ведь Он Уехал 90 Годы Когда Угрожал Опасность А Статкевич Остался И Остается До Сих Пор Поэтому Тут Я В Этом Споре Не Принимаю Ничью Сторону Ни Статкевич А Ни Позняка И Бендер Вегас Вот Тоже Пишет За Такие Бабки Как Ему Вашляют Любой Сядет Вот Как Раз Таки Не Любой Вот Как Раз Таки И Не Любой Бендер Вегас Ты Например Я думаю Не Сел За Такие Бабки Не За Какие Потому Что Вот Я Уже Этот Миф Опровергал Не Раз В Первых Еще Стримах Говорил Что Вот Ватники Любит Говорить Типа Да Там Такие Деньги Платят Естественно Оппозиция Выходит Знаешь Что Вот Как Статкевич Там Пять Лет Он После Президентских Выборов Тогда Посидел И Насколько Я знаю Большую Часть Времени Вкрытой Тюрьме То Есть Не Согласился Бо Ты Ни За Какие Деньги Там Сидеть Поэтому Не Надо Писать Чушь Это Чушь Так На Мазохиста Он Не Похож Не На Мазохиста Она Как Раз Такого Человека Стойкого Так И Во Первых Ты Говоришь Что Можно Выйти Возле Оперного Но Возле Оперного Политические Лозунги Были Запрещены В том-то и дело Тоже Веешь Как То есть Там Был Принцип Нет Оперного Были Политические Лозунги К примеру Говорили Про Задержанных Это Разве Политические Против Власти Против Луки Там Была Цензура На Политические Лозунги Так Пендер Вегас Пиф и Пруф У его Хозяина Когда Он К власти Придет На Блок Так На Чернобыльском Шляхе Тоже Были Запрещены Политические Лозунги Ну Возможно Тоже И эта Причина Честно Говоря Я не Смотрел Были Они Разрешены Или Нет Но Там Были Да Не Политические Лозунги Там Были Именно Такие Социальные Связанные Больше С Экологией То Есть Ну Эта Тема Все Таки Экологическая Связанная С С С С Согласован На Политические Лозунги Изначально Запрещены Были Короче Понятно Дело Я тебе Уже Две Причины Освещение Садки Ну Из-за Зомбирность Населения И Из-за Шуганность Еще Четвертое То есть Все Это В единое Складывается И Провал Обеспечен И Еще Один Фактор Ты Не Учел Который Тебя Кажется Мало Значительным Но Для Многих Он Очень Значительный Это Погода Если Погода Была Солнечная То Зевак Было Больше Хотя Дождливая Погода Очень Тоже Играет Большую Роль Погода Какая Разница Для Многих Людей Это Огромная Разница Они Дождем Мог Не Выйти Не Восказать Своим Мнение Из-за Погоды Раз Году Ты Думаешь Не Может Хватит Думать Обывателя Я говорю Про Большинство Людей Большинство Людей В стране Думают Именно Вот Так Поэтому Для Них Это Играет Огромное Значение То Что Погода Плохая Вот Можно Объяснить Причем Тут Разница Вот Ты Умрешь Ты Сказали Вот Ты Умрешь Если Ты Не Умрешь Он Скажет Да Нет Погода Плохая Вот Такая Обычная Логика Вот Такая Кому Ты Объясняешь То Я Понимаю То Что Ты Говоришь Но Для Некоторых Людей Например Даже Если Разрешенный Праздник Не В этом Дело Просто Например Пойти На Менты Омон Не Выпускали Людей Прикрыли Не Так Как Нужно В Очередной Раз И Да Еще Техника Поломалась Какая Там Машина Там Зенитная Какая То Ехала То Есть Вот Там Когда Я Не Танк Была Какая Зенитка Типа Может Тора Что Нибудь Вот Такое Короче Как Всегда А Уже Посадили На 10 Суток Кого Винярский Ну Да Я Смотрел Что Не Всех Отпустили Кому Там Дали Сутки А Статкевич Вот Кто Написал Уже Здесь Вроде Отпустили Винярского За Куропаты Посадили Говорят Не За Этот Митинг Да Не Уна Все Время Так Делают Они Вот Дают Сутки Да Но Не Сажают На Сутки Для Чего И Вот Филиппович Об этом Тоже Говорил Часто Для Чего Чтобы Оставить На Потом Гениально Чтоб Потом Найти Повод То Человек Пришел На Даже Разрешенный Например Митинг Пришел Ничего Не Нарушал А Ему Говорят Только У тебя Не Отбытое Сутки Давай Пошли Сидеть А что Сразу Деся Было Так Вот Хитро У нас Действует Это По-моему Судили Тоже За Куропат Знаю Точнее Куропат Вот Это 25 Точно Вспомнил Марта Тоже Задним Числом Ну Да Ночет Или Это Непонятно Чего Отпустили То есть Я так понял Упаковали В первую очередь Убирали Людей Потому что Еще так Совпало Вот этот Праздник То есть Парад Лука Там И В общем Меры безопасности Ты сам понимаешь Были приняты Самые высочайшие А тут Еще Какой-то Альтернативный Праздник Еще В самом Центре Почти Какие-то Вылезают Там Оппозиционеры То есть Убрать Всех Показать Что Вообще Никто Не Пришел Ничего Не Был У нас Ничего Нету То есть Вот Так Вот Всех Сразу Пакуют Убирают Все Тут Ничего Нет Людей Которые Приходят Допустим Сидят Где-то Им Говорят Уходите Там Отсюда Или Их Забирают Сразу То есть Чтобы Показать Что Ничего Не Было Люди Не Поддерживают Это Народу Это Не Интересно И Вот Так Далее Кстати Ребята Кто Сейчас Слушает Можете За Дискорд Зайти И Не знаю Сказать Что-нибудь Вот Здесь Есть ТВАй И Еще Херсон Это Новый Какой-то Участник У кого Вопрос Есть Вопрос Вообще По поводу Какая Цель Была У Акции Статкевича Я Смотрел Что-то В нашей Ниве Была Статья Уже По факту Она Называется Это Акция Акция Солидарности И Памяти Кажется Вот так В общем Выразить Солидарность С арестованными Членами Профсоюза Реп Руководителями Его Игорем Комликом И Фединичем А также С куропатами То есть Почтить память Погибших Воинов Да Тех Кто Был Расстрелян На репрессиях В куропатах Потому что Справедливо Думают О том Что Если бы Эти люди Там Много Было Военачальников Если бы Они были Живы То В 41 Году Возможно Было Было Не настолько Провальное Отступление Красной Армии То есть Ну Это был Вред Акция Уже Характер Акции Скажем так Одна из причин Почему Она была Такой Малочисленной Еще одна Причина Почтить Этих Советских Солдат То есть Они хотели Это никому Не интересно Из-за Бывателей Почему Куропаты И Вот Из-за Бывателей Никому Неинтересно Я тебе Еще раз Повторяю Я уже Ранее Говорил Тебя И Фридом Беларусу Что он Думает Как Осознательный Политический Человек То есть Фактически Как Активизм А большая Часть Населения Они думают Как Бараны Просто Ты понимаешь Фридом Беларус Они думают Что пожрать Как Животное Просто И все Ты Это Не Понимаешь Понимаю Понимаю Вот Нужно Им Формировать Там Рассказывать То есть Они Просто Услышали Все Они Не углубляются В чем Причина Эта акция К чему Это То есть Детали И так Дали То есть Можно Показать Им Детали Что Да Как И Рассказывать Им Это Слушай Да Даже Если Развернут Показать Рассказать На каждом столбе Наклеить Рекламу Ну Может На 5 человек Больше Придет И все Да Вот Тебя Правильно Говорит Проблема В том Что Нас Там В основном Смотрят Не Такие Люди Как Раз Нас Смотрят Политически Активные Люди То есть Мы Распространяем В оппозиционных Группах Поэтому Нас Смотрят Люди Оппозиционно Настроенные Ну Такие Колеблющиеся Умеренные Кто Еще Понимает То есть Они Видят Им Это Интересно И Они Приходят А Такие Люди О которых Мы Говорим Которых Вот Большинство В стране Они На Такое Не Приходят Они Просто Не Будут Это Смотреть Даже Если Ты Напишешь Их Реакция Типичная На Такое Очередная Фигня Какая И Все Еще Могут Выйти Может быть Дом Дом Пытаются Где-то Построить Чисто Экономическая Повестка Но Не Политическая Никак Да Даже Какая На Бытовом Уровне То Что Касается Непосредственно Гражданина А Что Куропаты Независимость И так Далее Это Занимайтесь Мне Нужно Здесь Свои дела Решать У меня Огород Дом И По 500 Ну Поэтому Нужно Что Понимать На Какую Аудиторию Рассчитан На Эта Акция Ну Не Пойдет Туда Обычный Человек Ну Я Как Бы Сразу Предполагал Что Будет Мало Но Что Настолько Я Сте Пять Причин Перечислил То То Все Сладывается В Одну То То Первую Пич Главная Причина Источника Информации Кто Эту Акцию Сделал И К Чему Эта Акция И так далее То есть Пять причин Как я уже говорил Изначально Ну вот я тебе Еще раз Повторяю Что Сама Акция Не пользуется Поддержкой Граждан Обычных Потому что Это им не интересно И Второе Она не пользуется Поддержкой Оппозиционеров Потому что Фигура Статкевича На сегодняшний день Достаточно Спорная Вот и все Ну Ты представь Если бы Вот эти Оповещения Было За месяц То есть Были листовки Все Ничего бы Не изменилось А листовки Были расклеены Я же говорю тебе Что я Видел фотографии На странице Фейсбук В ПНК Где были расклеены Листовки Фридом Ты не понимаешь Это не потому Что нет освещения А потому что Это не интересно Я разговаривал До этого С людьми Я всех спрашивал В фейсбуке В контакте С кем разговаривал С такими людьми Мне все говорили Я не пойду Я не пойду Я не пойду Никто Изначально Они знали Что этот митинг будет Они говорили Нам это не надо Вот Олихнович Сказал Что это не пойдет Никто не сказал Понимаешь Никто туда не поехал Филиппович Туда не собирался Наверное ехать Никто туда не собирался Понимаешь Именно из самого формата митинга из-за фигуры Статкевича. Вот в чем суть. Да. Даже 25 марта, когда он собирал свою акцию на День воли, на Якуба Колоса, тоже все знали. Все знали, что Статкевич повезет людей опять на площадь вместо оперы. Ну и что? Тут много людей пришло. Хотя за месяц были все вот эти вот дискуссии, бурные обсуждения, люди делились на лагере и так далее. То есть его не было на весь интернет, на все информационное пространство. А в итоге сколько там Серый Кост собрал эти народы? Человек 50, наверное, да? Человек 80. Говорят, 70 было задержано. Но я, честно говоря, не знаю. Там я больше журналистов видел. Да, журналисты, правоохранители и, наверное, особистые прихильники Статкевича. Все. Да, вот их много было. На противоположной стороне, вот там, возле концертного зала, там стояла большая на остановке толпа людей, зевак смотрели. Но это просто там, может, случайное прохожие, кто-то боялся, то есть, подойти. Там было много людей. А так там было не так. Да, было правильно, на другой стороне. Тоже Freedom Belarus, ты же сам знал, что там будет эта акция. Но ты же туда не планировал идти. Вот так и остальные тоже. Потому что я хожу на такие акции, которые разрешены. Вот видишь, и большинство людей точно так же. Ну, или если эта акция очень такая популярная, типа Дня воли. Нет, так День воли в этом году был разрешен. И все пришли туда. 50 тысяч человек, Белоус сказал в итоге. Ну, чем плохо? Я про прошлый День воли. Про прошлый День воли. Этот День воли был связан с туниевскими протестами. Поэтому было столько людей. И опять-таки, кто его возглавлял, то есть, сбор людей? Никляев, Статкевич, кто взял ответственность на себя? Во многом именно из-за того провала Дня воли 17-го года, то есть, их репутация сильно пошатнулась. Господи, Кот, ты издеваешься. Их репутация пошатнулась, наверное, еще в 2010 году. Но это была окончательная точка. То есть, тогда, на тот день воли запрещенной собралось много людей. Достаточно много. И что там было? Кот, ты издеваешься. Да не в них же дело было изначально. Какая разница, кто бы назначил? Кто же прижал у людей конкретно? Вот и люди вышли. Они за них не выходили. Как ты это не понимаешь? Я понимаю, что не за них. Но ждали, ты же видел, что там было. То есть, люди пришли, а это были лидеры. То есть, они сказали прийти вот такое место в такое-то время. Народ пришел, и люди стояли, не знали, куда идти дальше и что делать. Им перегородили дорогу и все. Связи с лидерами не было. Еще раз я повторяю, и за лидерами никто не считает. Люди за себя выходили в тот день. Если бы они выходили за себя, то такой проблемы бы не возникло. То есть, народ пришел, ну и что, вот мы сюда пришли, вот тут нам назначили. А дальше что? Проблема была в ОМОНовцах. Блин, господи, в этой менеджменте это. Да как кто их позвал туда, 25-го? Людей кто позвал? Они сами что ли скопировались и пришли на площадь? Им четко сказали, Фридом, куда идти, кто, во сколько, как, в этом дело, понимаешь? Когда люди пришли, лидеров задержали до этого. Народ был обезглавлен. Они пришли, а там стоят ОМОНовцы. И что дальше? Куда идти? Разворачиваться назад, идти? Не выходить дальше? Или пробиваться силой? То есть все, народ пришел, а дальше приказов нет. Ты не понимаешь, Фридом, они ждали приказов, что дальше делать, кто их поведет, лидера. Народ пришел, им назначили куда и как. А что дальше делать? Связи ни с кем нет, активистов всех похватали. А впереди стоит ОМОН, что делать? Народ не стал сразу же расходиться. Они стояли и ждали, что будет. Он смотришь, а что там, что происходит? Кто куда кооперируется? Что кто предлагает? И так далее. Создаешь группу заранее, в конце концов, что вы ни хрена не делали до этой акции вообще? Вот вопрос. Так, зачем ты это объясняешь? Я не понимаю. Кому ты объясняешь? Мы это понимаем. Дело в том, что... За одним умом все сильные. Большинство активистов, вот я смотрел видео несущего слова, тоже Фридом Беларусь можешь посмотреть, они мыслят как раз теми же категориями, что и простые граждане. То есть один лидер, вот эта вертикальная структура, выполняет приказы, то, что пишет, то, что говорит лидер партии. И все. И они так смотрят. И большинство так работает. Люди у нас не самоорганизованы, у нас нет гражданского общества, вообще по факту нет его. Оно уничтожено. Большевиками, царями. И оно не создало. Что будет делать гражданское общество? О, сейчас это, новость скину по поводу кроопат. Да надо по факту просто акции обсуждать, а не думать, что как там и что будет, как организовываться и так далее. Если будет какой-то повод, если будет какой-то повод, тогда и нужно думать, как организовываться. А сейчас это абсолютно бессмысленно. Тоже Статкевич, ну я не знаю, честно говоря, что им движется, зачем он выходит. Может быть, как говорил Северинец, чтобы уличные протесты остались за нами, а не за пророссийскими какими-то движениями. Но, опять же, люди это никогда не поддерживают. Только если будет какой-то действительно фактор, который повлияет конкретно на ситуацию обывателя, тогда, может быть, люди выйдут. И тогда действительно нужно будет думать, что и как делать. Да, я скажу. Нужно не по факту это делать, господи. Это по факту печатают газеты. Нужно заранее готовиться к акциями. А не смотришь, что делать. К чему готовиться? Как акции? Вот, к примеру, кто-то назначил. А, ты видишь, проблему. Он не так это делает. Говорите людям, вот, заходите, делайте группы, если что, кооперируетесь. Нужно то, 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 то делать. И все. Ну, так я же тебе про это и говорю. Это когда есть какой-то повод для этого. А сейчас какие-то поводы есть? Выходить на улицу, не знаю, подставляться? Сейчас есть повод, тунеядский налог. Сейчас поводов, на самом деле, тебя и огромное количество. Было бы только желание. Так, тунеядский налог будет тогда, когда людям придут жировки, например. Ну да, в этом дело. Что я, то есть, говорил еще тогда весной. Спрашивал людей, как насчет выходов против тунеядства. Мне сказали, сейчас это не перспективно, типа. До осени как-то не перспективно. Они же будут, господи, они же будут, вот, на носу, господи. Сталось полгода, буквально. Так вот, через полгода они живут. Я же про то тебе и говорю. Что они понимают, что сейчас они людей не выведут, никто не пойдет. Поэтому они собираются по факту, когда начнут приходить жировки. Вот тогда и будет выводить людей. Гениально, что могу сказать. Да, гениально. Я бы, например, сейчас не против был принять участие в нетунеядском марше. Такого никто не организует. Оппозиционные активисты все говорят, все, это не нужно. Я не понимаю, люди, очнитесь. Вы что, с ума сошли? Я не понимаю, с кем ты споришь, Фридом? С кем ты сейчас споришь? С нами, наверное. Так а что ты пытаешься нам доказать? Я тебе еще раз говорю. Люди вышли на прошлые тунеядские протесты, потому что им пришли вот эти вот писульки. Что иди заплати сколько там, 400 рублей или сколько, или 200 было. 200 долларов. Вот и все. И народ не выйдет до этого, пока вот им не придут и не махнут их опять в какую-нибудь писульку лицом. Да, когда же, Фридом Беларусь, когда же ты поймешь, в какой мы стране живем? Насколько все здесь ужасно? Я понимаю, чтобы это поняли все, понимаете? Все никогда не поймут. Никогда не поймут. Такие, про которые мы говорим, люди, они никак не поймут никогда. Ни при каких случаях. Если ты даже в лицо говоришь, объясняешь. Я уже что-то делаю. Не сиди за просто так. Ну да, мы делаем, вот мы делаем то, что мы можем сделать, то, что от нас зависит. Другое дело, что у оппозиционеров, у этих партий, у них огромные ресурсы. Вот они могли действительно сделать. И пропаганду вести, и людей организовывать, собирать. Но они это не делают, потому что им это тоже не надо. Все правильно. Нужно делать то, что зависит от нас. Делай свое маленькое дело и все. Хорошо. Поэтому, да, нам надо делать то, что зависит от нас, на что у нас хватает сил. То есть мы бы... Было бы неплохо Freedom Belarus, да, повестить всех о том, рассказать вот то, что ты хочешь сказать. То есть, когда уже народ очнется, все. Но проблема в том, что у нас пока нет таких ресурсов. То есть канал еще очень малолюдный. И группы тоже. А во-вторых, ну не все послушают. Но, естественно, надо говорить все равно. Вот, вот я скажу для тех, кто слушает. Вот, если вы, к примеру, из другого какого-нибудь города, создайте там общество Гродно, общество Мозырь, общество там в Телеграме или в Дискорде и кооперируетесь. Вот что я могу предложить вам, кто сейчас это слушает. Тем более уже есть общество там Минск, там Минские группа. Есть, к примеру, общество Гомель. Ну, вот уже... Артема Шапорова. Да, все верно. Есть все уже, кооперируетесь. Тут я, честно говоря, сказать ничего не могу. Особенно про крупные города. Ну, Брест, вот там, да, там нормальные. Возникает сейчас неплохие движения. Брест есть вот свой, Петрухин Кабанов. Если уже все свои есть изначально. И группа у них, насколько я знаю, в Телеграме есть тоже. Хуже всех тут, я думаю, это Витебск. Там вообще никаких движений. Там, наоборот, гнездилища Ватанов и вот этих всяких рассадник. Гражданское согласие или как оно там, пророссийское это. Потом, что там еще? Витебск против. Вот эти всякие ноды там. А Могилев? Так, Могилев, насколько знаю, тоже достаточно ватный в этом плане. И даже взять ту же партию Статкевича. Вот ты, тебя и в курсе, например, что начальник Могилевской ячейки, Ольга Тышкевич, она замужем за пророссийским активистом, этим, как его там, забыл его уже, как зовут. Который выходил с российским триколором в 17-м году, в начале года на площадь. То есть, понимаешь, глубину падения? Ну. То есть, это идейный ватан, нодовец. Это, ну, помню кто это. Оу, кот, ты меня слышишь? Слышу. Что ты говоришь? Ну, что за Тышкевич? Ольга Тышкевич, начальник этой, как его, Могилевской ячейки БСДП. Ну, социал-демократической партии Статкевича. Ольга Тышкевич. А-а-а. Она замужем за пророссийским активистом Нода, как его там зовут, Головиным, кажется. Павел Головин или как-то его там зовут. И они нормально уживаются друг с другом. То есть, он ватан, идейный нодовец, то есть, с триколорами. То есть, эти накинулись на активистов ватаны. Поэтому за Могилев я тоже сказать, честно говоря, ничего не могу. Я знаю, что там есть люди всякие, есть оппозиционно настроенные. Это город довольно большой. Но я просто не видел, чтобы там такие какие-то группы особо активные. Там одиночные активисты, как и Витебск, например. Я думаю, что у нас, допустим, даже тут в Орши, гораздо более развито вот эти движения все, чем в том же Витебске. То есть, про Витебске я вообще ничего не слышал такого, про какие-то группы. Здесь я знаю, есть этот сайт orsha.eu, ну, европейский. Это, кажется, Игорь Казимирчик его администрирует. Потом здесь еще тоже есть ячейки разные. Правозащитники, то есть, всякие действуют. Ну, то есть, более-менее еще. Для такого города, 120-тысячного, гораздо лучше. Вот про Витебск я даже такого, по-моему, сказать не могу. Может, просто я не знаю. Так что положение не самое тут простое в этом плане. Но ты правильно все сказал, Фридом. Именно так и должно быть. То есть, все к этому сходятся, что должна быть децентрализация. Но для этого должна быть, так сказать, сознательность людей. Многие люди не хотят просыпаться. А так, да, то же самое вот говорил, несущий слово об этом тоже говорил в своем видео. То есть, он тоже анализировал эту проблему активно. Проблему, почему потерпел поражение тунеядское движение, вот это в 2017 году. То есть, как оно закончилось и день воли 2017. Он предлагал такую идею, что в каждом городе надо было выходить, а не всем съезжаться в Минск. Потому что Минск... И вот тогда в каждом городе вышли. Что-то позабыл. Очень мало. То есть, большинство съезжались туда. Статкевич прямо сказал тогда всем в Минск. То есть, они не стали проводить день воли в других городах активно. То есть, всех призывали ехать в Минск. Вот в чем дело. Он прошел, да, и в других городах, но очень малочисленным. Ну, больше все же мусоров именно в Минске. Тогда в этом-то и дело. А активисты призывали именно и партии съезжаться на день воли в Минске, отпраздновать всех, всем именно там. Говорят, что 700 человек было задержано в 2017 году на день воли. Чуть не задавили эту Нину богинство. Сейчас? Да. В Куропатах. А что там еще по поводу Куропата? То я так, новости по Куропатам давно уже не смотрел, что там происходит. Павла Северинца, что он еще не вышел, наверное. Павла, по этому видео глянусь, как там этот активистов в АТА, эти коррупционеры. Я же новость сбросил, что я только что сказал. Я просто сейчас, когда участвую в стриме, я занимаюсь тем, что слежу за стримом. То есть я оператор стрима, смотрю на два экрана, на одном как идет стрим, читаю чата, на другом смотрю именно за самим ОБСом, то есть настраиваю. Поэтому я в основном не могу читать новости, очень редко. Ну там эти бадланы поехали, там этих активистов. Ну вот сейчас посмотрю. То есть запустить видео я не могу пока. Посмотрю так, ну да. А что это за бадланы? То есть это были подосланные какие-то тетушки. Ты можешь, кстати, сюда выкинуть и пролистать. Если ты же так помню, делал. Из-за этого мне нужно добавить в браузер эту статью открыть там специально. Могу сделать. Могу сделать. Да, я смотрю, это статья нашей Нивы. Сейчас посмотрим, что там происходит. Да, наедники поедем-поедим накинулись с кулаками на протестовцев. Есть даже видео тут. Ну да, можешь вот как раз поставить. Тут статья буквально минутку. Отойдите, пожалуйста. Странно, а где все остальные ходят? Как думаешь? Не знаю, смотрела человек 7-8. То есть, ну тема может быть недостаточно интересная. Поэтому я думаю, не объявляйте. У тебя проблемы, а? У тебя какие проблемы? Дофига. Там 11 тысяч там, Белсадок, радиус свободы. Какие проблемы, блядь? Тема очень интересная. Ну все, на этом видео закончилось. Собственно говоря, вот такие дела, да. Заезжают туда всякие, на всякие люди. Ну вот, тебе Ай, а какие еще вопросы? Что-то еще хотел спросить. Тогда вот мы как-то перешли на другую тему. Так, что я хотел спросить, а я, честно говоря, уже не помню. Хотел просто спросить, как бы все беззалатом, как ты, как съездил, как вообще впечатление от всего. Ну мы от этого, с этого, то есть начинали, как приехал. Ну как, впечатление, как бы такие? Среднее. То есть, я рассчитывал просто на большее. Что, Митин? Можно встать эти ватные комментарии. Типа, ну по поводу Куропат. Типа, зачем они частная территория? Ну опять же. Не, мы не про Куропаты. Тебя и меня спрашивал про Митин. Я понял, то есть ты уже сказал. Тогда я ему сказал, что я рассказывал. Типа, что они делают. Так это, что частную территорию, во-первых, дали, дало государство этим. То есть, им разрешило. И опять же, это тема с коррупцией. Не знаю, но. Почитал ватные комментарии, они одно и то же пишут по методичке. Да, Бендер Вегас пишет, а чего они не пускали на видеомашины? Ну, это вопрос к активистам, чего они их блокируют. Ну, очевидно, чего они не пускали. Господи, ну кто-то опять тут пишет. Это нарушение порядка. То есть, они блокировать не должны проезд им прямо именно. Это понятно. Но как им бороться, скажи мне, против этого ресторана, который... Ну, Почит описал четко, как бороться. По пунктам. В рамках закона. А это провокации обычные. То есть, их ГАИ может запросто задержать. То есть, я солидарен полностью с защитниками Куропаты и все дела. Ну, то есть, если действительно уже смотреть на закон по порядку, то да, с одной стороны, безусловно, эта постройка здесь вообще не должна была быть построена. Те, кто ее строит, должны понести наказание. Но поскольку все произошло так, то есть, их надо судить за коррупцию тех, кто дал эту взятку. Надо закрывать этот ресторан, все. Но поскольку раз постройка работает, то нельзя перегораживать просто дорогу, машину. То есть, раз они приняли закон такой, надо бороться с теми, кто закон этот принял и пересматривать все, закрывать ресторан. Ты понимаешь, что закон данный момент работает как раз-таки против здравого смысла? То есть, работает на коррупционеров. Ну, закон, в нашей стране закон почти всегда работает на коррупционеров против обычных граждан. Мы это, как бы, знаем. И пенсионная система тут, и тунеядский этот налог. В принципе, куда ни копни, везде все против народа. Ну что, еще какая-то тема. В принципе, обсудили эту акцию, которая вообще полный провал. И, не знаю. Даже никто не пришел, я имею в виду, из наших, которые были там, Литин и все остальные. Чего они, блин? Вот так они и собирают. На стрим? Да, на стрим. Куда же еще? Ну, им просто может быть неинтересно. Дети развлекаются, там акции всякие устраивают. А что им это надо? Какая акция? Такие обсуждения, в принципе. Поэтому я и не собирался давать анонс широкий в группах. То есть, ну, потому что я понимаю, что если к самой акции такой был интерес, то и к стриму по ней тоже будет интереснее больше. Главное, парни. Я уже тоже пойду. В принципе, да. Все обсудили, тогда можно стрим завершать по теме. То есть, рассказали, что как было. Все, всем пока. Пока. Ну, ладно, тогда все. Останавливаем трансляцию.